Трампфилия – это как бы уже не просто реальное и вполне разумное ожидание от нового американского президента, что он изменит все-таки американскую политику, достаточно конфронтационную по отношению к России, на более мягкую, что ли, и так далее. А это нормальные, естественные человеческие ожидания, которые простительны не только простым гражданам, но и политологам. Значительно хуже, когда, так сказать, надежда такая – он решит все проблемы. Вот все проблемы он не решит. Я, например, показал, что с моей точки зрения проблемы кроются не только, а иногда и не столько в современной модели западного мира, что слишком увлеклись мессианством, слишком увлеклись глобализацией, слишком увлеклись либеральной моделью экономики. Надо сказать, что, в общем-то, какое-то время это все работало более-менее успешно. Проблема, мне кажется, в том, что на смену, в общем-то, действующей модели капиталистической экономики, как в области капиталистического образа жизни, как в области экономики, так и в области политики, где все-таки при всей реальной политике, при всей жесткости отношений, характерных для капиталистического общества, все-таки была эффективной за счет того, что были приняты правила игры, в рамках которых, пусть даже самые жесткие, пусть даже в интересах, например, тех же самых Соединенных Штатов Международного Валютного Фонда, которые выполнялись всеми, в том числе и теми, кто предложил эти правила. Но с какого-то момента вот эта обязательность исчезла, когда в угоду сиюминутной эффективности можно было не выполнять заключенные коммерческие соглашения, когда можно было выполнять международные соглашения с другими странами, когда можно было не выполнять принятые самими же правила, что, например, нельзя воевать без разрешения Совета Безопасности Ому. А вот один раз повоюем, один раз с Адама Хусейна, так сказать, свергнем, а потом снова заживем по правилам. У меня дело кончилось с тем, что все перестали жить по правилам, что никаких правил игры не осталось. Это особенно заметно там, где без правила игры вообще выхолощивает сама идея, например, в спорте. Ну, можно один раз, конечно, крепко прижать в Россию, чего они и сделали. Но после этого, а кто же будет вкладывать в спонсорские деньги, кто же будет ходить на трибуны стадионов, когда побеждает не тот, кто дальше прыгнет, а тот, кто имеет своего человека в ВАДе. Так все-таки с Трампом-то что-то изменится или это напрасное ожидание? Трамп очень сложно это изменить, хотя надежда определенная есть, и не зря ее питают, потому что Трамп все-таки пришел из большого бизнеса, в котором все-таки вот эта игра по правилам, то есть принцип долго и упорно торгуйся, выжимай из своего оппонента на переговорах все, что можешь, но если ты подписал соглашение, ты должен его выполнять. Вот если это он все-таки начнет возвращать в политику, в отношениях между странами, то я надеюсь, что действительно, так сказать, надежда на то, что с его приходом улучшатся, так сказать, международные отношения, улучшатся ситуации в мировой экономике, в экономических отношениях между странами, все-таки они будут не беспощны, но это очень сложно. Это сложнее, чем уволить, так сказать, Нуланд там, или еще кого-то из государственного департамента, или уволить даже исполняющие обязанности генерального покоя. Это возвращение к той модели, от которой, так сказать, отношений между людьми, между государствами, между корпорациями и так далее, от которой Запад ушел и, уходя, утратил ту высокую эффективность, которая обеспечивала классический капитализм. Вот к нему, так сказать, надо возвращаться, и классические отношения между странами, которые были все-таки неглупыми людьми, сформированы после Второй мировой войны, как урок, который позволял долгое время сохранять, все-таки даже при противостоянии, так сказать, в идеологическом плане, мирное существование, то, что называется. А сейчас все это во многом порушено за счет вот этих вот сиюминутных действий.